привет друзья слушайте я хочу рассказать что такое синхронизирующие приемы синхронизирующие приемы и упражнения это особые упражнения и особые приемы они вызывают сразу сброс напряжения лишнего они вообще сбрасывают все что мешает человеку вот я вам сейчас пример один проведу вы удивитесь но в целом это действие совпадающие с текущим состоянием но вот например вы нервничаете у вас суета мысли вы хотите быть душевном покое равновесие но вот я пример пример приведу и вы удивитесь ну вот например да щенок щенок из-под душа вы его вытащили к примеру что он делает он отряхивается чтобы освободиться от лишнего что ему мешает или например или например когда вы на морозе что вы делаете вот это инстинкты вот это что животных там или там от человека все я изучал и делал из этого упражнения и когда человек перебирая по принципу подбора путем перебора по зеленой зоне идет по этому пути он идет к себе еще не снимается напряжение ну например вот это вот потрахивание одно из действий которые есть в упражнениях методы ключ и когда он делает вот так когда ему холодно он притоптывает ногой зимой в лесу например замерз человек он снимает напряжение потому что это действие синхронные текущему состоянию но если допустим его попросить долго так делать ну во-первых он долго так делать не может и поэтому он подбирает себе другое упражнение которое может делать долго и когда он его делает долго у него вообще получается не просто сброс лишнего напряжения у него происходит разгрузка до нуля а там такая безмятежность да такая безмятежность то есть была суета а теперь безмятежность то есть мятежа нету мыслей благоденствие покоя душевный покоя соединение с вечностью вот это как раз таки вот это вот люди вот есть такое условие экзистенция экзистенция внутренняя природная у человека у человека она направлена в принципе на свободу воли свободу воли и вот оказывается когда человек выходит на самое себя когда он выходит сняв вот это смятение выходит на точку опоры от суеты к вечности сквозь столпотворение и хаос в глубине порядка жизни да и это точка опоры она у всех у всех есть и поэтому она собственно говоря и в религиях которые тысячелетиями создавались и в методах различных там релаксации медитации альфа-состояние асильва метод там аутотренинг там метод и разных авторов да ну что здесь главное здесь главное что я вот вам рассказываю это по существу мы создаем единый язык общения между людьми поскольку это состояние и эти инстинкты нервные реакции которые у человека возникают момент когда ему что-то мешает он совершает некие повторяемые действия повторяемые действия снимают напряжение например когда он думает о чем-то ему там например волнительно он начинает ходить чаще по комнате то есть число то повторяемые действия очень охота их быстро делать но вам-то так делать не надо вы же не знаете технику безопасности поэтому я учу вас у нас есть бесплатный ликбезы знаете что я вам хочу сказать вот я сказал о критериях которые мы создаем для науки человечности для того чтобы объединить всех людей независимости от религии национальности независимо от того веришь ты в это или не веришь это в принципе прием психо биологической нейрокибернетики основанные на обратной связи вот если у вас текущее состояние есть действие действие эта связь между внешним и внутренним связь между ну можно образом так сказать душой и телом когда вы совершаете телесные действия синхронные вашему внутреннему состоянию так я вам что хочу сказать единый язык мы создаем единый язык это наука человечности потому что когда человек выходит на самую себя он находит там себе себя творцом ему после этого когда он восстановился после разгрузки да когда он становится здоровым способным у него открываются те способности и качества которых он даже не подполагал быстрее адаптируется начинается задать создавать новое я хочу вам сказать это в принципе критерии науки человечности они создаются на единым языке потому что это даже от щенка понимаете от слона от того как в зоопарке и лев входит туда-сюда когда он нервничает он снимает напряжение как вы случите пальцем или качаетесь вот там все вот это наука это как раз таки наука потому что там ничего не придумано от ума это как раз таки открывается природное естество вот там где открытие происходит открытие определяется эти закономерности свойства и явления например когда вы выходите на состояние такой разгрузки вы выходите там там происходит явление пустоты в голове потому что две половины мозга как бы расходятся и там как раз такие эмоциональные процессы меньше сопровождает мыслительный интеллект холодный разум так сказать освобождается от вашего нетерпения сердца который иногда мешает мыслит рассудком понимаете но там много чего интересного я создаю единый язык на основе природных особенностей человека за счет науки открывая прошла наука это есть осознанная часть природы которая дает гарантированный результат в отличие от того верите в его что-то или не видите она не субъективна поэтому она наука я определяю эти критерии вместе с вами пошли один я это все сделать не могу поэтому меня к вам просьба откройте пожалуйста интернет посмотрите что такое критерии науки да вот я теперь делаю эти видео вы пожалуйста для того чтобы развивать эту науку человечности науку подключать надо туда больше и больше людей потому что есть умные головы у нас вы что много людей которые давно носят себе это желание чтобы люди были человеками они зомбировались постоянно пропагандой телевизионной не становились роботами чтобы быть человеком это надо быть творцом надо уметь управлять своим нервно психическим напряжением понимаете да а для этого нужно я вас прошу чтобы школа наша развивалась чтобы она распространялась чтобы она хватило миллионы людей много людей хотят быть человеками хотят ясно мыслить но не знают как а мы как раз создаем общий язык потому что как зависит от взаимопонимания и никаких мировых правительств нету чтобы вы знали мое мнение а есть миропонимание миропонимание управляет миром они мировые правительства и чем быстрее мы будем иметь общий язык мира понимания тем быстрее мы откроем окно в будущее поэтому просьба такая во первых посмотрите что такое критерий науки подключайте друзей пишите в ютубе пишите им там в контакте пишите фейсбуке ну где угодно пишите подключайте пусть смотрят наши видео ставьте лайки это нужно и комменты и вопросы пишите то там одна дама написала я просто в удивлении она не туда попала она писала там столько это что за ерунда это что за големать я из пустого в порожнее но тетенька понимаете она немножко наверное не в себе там но может хочется и выразиться вам всем хочется выразиться она может быть творческий человек может это какой-то задавленный талант может она прекрасная поэтесса может быть она прекрасная спортсменка может ее обидели понимаете вот чтобы не было таких людей чтобы люди были здоровыми счастливыми любили друг друга глупости друг другу не писали а задавали вопросы потому что нормальный человек он интересуется потому что почемочки только становятся великими потому что человеком и сапиенс у него есть здравый смысл и должно быть чистое сердце до встречи друзья вебинар сейчас будем проводить там будут новые приемы посмотри обалдеть просто фактически я не зря вам просим то пока доставить новая приема мы всегда даем до встречи вот забыл куда курсор положил не от курсора положил и нашел видите как я так мах машу рукой а а там холма футурус а у неё рука всплывает ревитационная это идея рефритационный прием до встречи